Вы, кажется, знаете Михаила Черного? Знаю. А расскажите, может быть, поподробнее, как познакомились. И вот здесь еще документы... Объясняю я вам. Мы жили в Ташкенте вместе с Михаилом Черным. Что мы... Мы выросли вместе. Сейчас он в розыске. Кто сказал, что он в розыске? Он живет в Израиле давно, ни в каком он не в розыске. Кто опять пустил слухи? Кто сказал вам, что он в розыске? Ну, хорошо, был в розыске или сейчас в розыске Интерпола. Нет, кто вам сказал, что он в розыске? Испанская, одно время прокуратура говорила об этом. Но я даже не к этому вот... Послушайте, там два бизнесмена спорят какие-то свои бизнесы. И на друг друга наговаривают. Он же не нарушил никакой закон. Один бизнесмен делят свои предприятия и подают в розыске. И все. Чего там? Это разве розыск? Раньше у вас был какой-то совместный бизнес с Иллюминием? Никогда у меня не было с Михаилом Черным бизнеса. Никогда. Вся эта ситуация, вам вообще не обидно, что вы, скажем, просто его знали? Обидно. Обидно. Потому что, например, Олег Дерипаско, он тоже знал нам Черного. Обидно. И меня знал он. И что? Обидно. Да-да. Но он сейчас вроде как уважаемый бизнесмен. Ну, наверное, вот ему повезло. А Михаилу Черному не повезло. В какой-то момент Михаил Черный неправильно повел себя, может быть. Надо было вернуться в Россию и тоже идти уже, что начал. А он не начал этого, а он захотел уже как бы продать все и жить нормально. А его вот, на него начали потом эти же партнеры, которыми он разделился, стали подавать вот в Интерпол, как вы говорите, в розыск. Что он? Что это за розыск? Просто почему некоторые партнеры становятся уважаемыми бизнесменами, а с другими закрепляется вот такая репутация? Можно я вас спрошу, почему? Может, у вас есть объяснение? А? Можно я спрошу, почему? Вы знаете, вот я хотел задать вопрос по поводу того, что когда говорят Альмджан Тахтахунов, то в первую очередь, о, это очень авторитетный человек, он в криминальных кругах, очень известный человек. Вот как вы сами относитесь к этому определению? Ну, а как я должен относиться? Мне же это не говорят, это же вам говорят, мне же это не говорят. Вам не говорят. Нет, мне так не говорят, о, так не говорят. Меня видят, с уважением встречают. А вы знаете, для этого не обязательно быть криминальным авторитетом или что. Если вы человек правильный, если вы человек уважаемо-авторитетный, уважаемый, авторитет через уважение, У вас везде будут уважать. Для этого не надо быть каким-то там уличным бандитом или что уважаемый, пройти путь какого-то там убийцы или чего. Понимаете, да? Для этого нужно честно жить, порядочно жить, правильно, и все тебя будут уважать. А вы понимаете, народу много в мире, каждый это все по-своему понимает. Одни понимают так, одни по-другому. Понимаете? Согласны, нет? Ответы ясные даю или нет? А вы начали свою карьеру, играя в картах? Да. Вообще футбол. Ну да, футбол. А вы не могли бы просто немножко рассказывать об этом? То есть, а вы как, как получилось, что вы так успешно стали картежником? Почему успешно? Вперед проигрывал, потом стал выигрывать. Практика? Практика, ну что? Я, во-первых, не только в карте, я за что берусь, я всегда довожу до конца. А вы не могли бы просто сказать, что вы проиграли в карте и выиграли в карте? А вы не могли бы просто... А какой момент, вам говорят, если я 20 лет играл в карте? Я какой-то период проигрывал, какой-то выигрывал. Вы понимаете, это жизнь моя была. Это мой бизнес был в Советском Союзе. Он хоть незаконный был, но он был. Понимаете? Но мне просто интересно, просто какой-то ключевый момент, чтобы понять ключевой момент в вашей жизни. Вы когда проиграли и остались в Штануфе, было такое? Нет, такого не было у меня, чтобы я проиграл и был без денег, там, или такая ситуация у меня кризисная была. Потому что у меня уже в то время много было богатых друзей, а потом я игру контролировал сам головой, я старался меньше проигрывать, а когда выигрывал, я старался больше выигрывать. И для этого у меня всегда были запасные, как бы, варианты. Люди мне должны были и деньги какие-то, там, всегда я мог пойти и попросить эти деньги свои. Понимаете, там? Так что я... А какой вид обычно карты играли? Покер или что? Ну, считайте, что покер, да. Потому что в то время другие игры были. И, как бы, сейчас сегодня уже казино перебило все. Если говорить про казино сейчас, вот запретили этот бизнес, но действительно ли в России его больше нет? Просто открыты лотерейные клубы, вот, как вы относитесь к этому? Ко всему незаконному я отношусь плохо, честно вам скажу. У меня самого было три казино. Я участником был в трех казино. Когда запретили, я ушел и все, и закрыл, и больше этим не занимаюсь. А есть же специальные зоны, вот, где-то в Сибири. Ну, я не играю. Ну, что в Сибири? Я взрослый человек, у меня здесь семья, дети. У меня пять детей, пять внуков. Куда я поеду, какие-то деньги зарабатывать? Я не бедный человек. Что, я же не умираю прям от безденежа. Ну, в целом, как вы считаете, подпольное казино в Москве продолжается, да? Ну, плохо считаю. Считаю, что это плохо и нехорошо. Все, что незаконно, я считаю плохим. Почему они удается с этим справиться? Почему вообще запретили казино? Вы понимаете мотивацию Медведева? Ну, я считаю, что, ну, это запретил, во-первых, не Медведева, а Путин. Ну, Владимир Владимирович. Ну, он посчитал, потому что много было жалоб на по этому поводу. Ну, я считаю, что можно было бы, как бы, закон пересмотреть и солидные казино. Вот у меня солидные были казино. Европа, Азия, Метрополь. Очень хорошее казино были, на хорошем уровне. И я считаю, что, конечно, можно было оставить. Во-первых, бюджет страны, хорошие деньги приходили бы. И сегодня у меня есть хорошее по этому поводу предложение по поводу казино. То есть, какой-то дальше идет лорд-лорд? Где бюджет страны может пополниться двумя миллиардами долларов. То есть, дальше вы будете добиваться? Или вообще, есть ли какое-то лобби за то, чтобы снова... Ну, нет, лобби, лобби, может быть, так и есть, но это не настолько высокие лобби. А потом, это, вы понимаете, что решение принимает Кремль, и они не хотят этого пока. Вы не можете повлиять? Нет, я не могу повлиять. Просто обо мне много, много больше разговоров, чем я на самом деле стою. Понимаете, да? Я нормальный человек. Да, у меня есть связи, да, я какие-то, может быть, небольшие вопросы. Ну, могу решать, где касается моих личных дел. Ну, я писал бумаги официальные Лужкову, когда он был в Лужкове, и туда писал, депутатам писал. Ну, не они решают, решали другие люди, ничего не решили. Просто удивительно, что вроде как запретили, но сменили вывески, остались лотерейные клубы эти, и все. Ну, не знаю. Это я не знаю, потому что я с этого бизнеса ушел. А сам для себя, вот я говорю, споры ставлю, и все. При себя. Чисто смотреть футбол. А вы, наверное, в курсе, что вас неофициально называют тайваньщиком? Официально тоже. Официально, да. Мне просто интересно, откуда взяли эту кличку? С футбола еще. Да? Да, да. Я в футбол играл, когда молодые мальчики были. Там кого-то называли Гаринчи, кого-то тайваньщик, кого-то там грек, кого-то сайгак. А вы помните, кто именно? Никак, откуда. Это 50 лет прошло, смешно. 55. Просто пишут, что это Михаил Черный, так ты назвал, или Лев. Придумывай. Конечно. А вы где играли в футболе? Ашкентик. Нет, я имею в виду нападающий или... Нападающий играл, полузащитникам играл, да. А вы тогда во время поездов между матчами выучили играть в карты, да? Нет, я уже в футбольной команде играл в карты. Ну, начинали между собой, но еще, когда время же много, сидим, там, в гостинице, номерах, что делать? Играем в карты. То есть, наверное, это был довольно ключевой момент в жизни? Нет, ключевой даже не знаю, какой момент был, честно вам скажу. Нельзя назвать ключевого. Ну, карты меня больше засосали, чем в футбол. Потому что там уже пошли деньги. А как вы попали в Москву? Вот, вроде бы, вы жили в Ташкенте, было время... А я в футбол, в футбол, через футбол попал. Я попал в футбольную команду в ЦСКА. А потом, вот, начал уже совсем бурно в карты играть. Играем в карты. Продолжение следует...